Приветствую вас. Я думаю, что причины того, почему вы ведёте себя именно так, заключаются в нескольких ключевых моментах, которые, наверное, нужно раскрыть. Первый ключевой момент – это музыхистическое поведение. То есть, ведь вы не просто так расспрашиваете именно мужчину о том, что вам, по идее, причиняет болезненность. Вы расспрашиваете мужчину об этом с такой, знаете, мрачной решимостью. Я полагаю, что вы согласитесь с тем, что спрашивая его об этом и, соответственно, зная ответ, я уверен, что ответ вы знаете. Ну, знаете, что он вам ответит. Так вот, зная ответ, вы всё равно бы спрашивали у него, потому что вам это нужно. А вот почему вам это нужно? Для чего вам это нужно? Это уже, на мой взгляд, совсем другая история. Дело в том, что мазохистический тип характеризуется именно причинением себе боли. Причинением себе страдания, причинением себе какого-то негатива, причинением себе переживаний. То есть, иными словами, иными словами, можно сказать, что для вас это способ получить для себя ту толику внимания, которая вам так нужна. То есть, таким образом вы восполняете свою потребность в любви. именно через страдания, именно через боль, именно через вот только то, что причиняет вам эту самую боль. Ну, болезненно, скажем так. Потому что, в детстве, в детстве, скорее всего, ну, как правило, такая история происходит. В детстве, вы привлекали внимание к себе, своих, например, родителей, только когда вас, ну, например, ругало. То есть, когда вас ругали, вас давали больше, больше внимания, чем, ну, вот, когда вас хвалили. Как правило, именно так и появляется мазохистическая модель поведения. Когда человек, как бы, решает. Он решает, что любой ценой будет получать то внимание, в котором он нуждался. Пусть даже это внимание, оно будет каким-то вот, знаете, там, ну, скажем, деструктивным. Скажем, оно будет негативным, скажем, оно будет вредным для человека. Вот. Это не важно. Для мазохистического типа это не важно. Поэтому первое, что нужно, это корректировать сценарий получения вами положительных подкреплений, положительных поглаживаний и так далее. То есть, вот, как вы конкретно это получаете? Это первый момент. А момент второй связан с тем, что вы себя сравниваете с другими людьми. Опять же, я уверен, что если мы с вами посмотрим, к примеру, на ваше детство, если мы с вами посмотрим на то время, когда вы родители были маленькой, то мы заметим, что родители ставили вас в исключительное положение. Вот. То есть, возможно, они вам что-то запрещали, возможно, они вам что-то не давали, возможно, они говорили вам, что вы какая-то, ну, какая-то особенная. Так или иначе, так или иначе, вы привыкли сравнивать себя с другими людьми не случайно. Вы делаете это, потому что, во-первых, вы стыдитесь сами себя, а во-вторых, вы наверняка считаете, что вы не такая и, собственно, достойная. Большего и лучшего, чем, к примеру, другие люди. Поэтому, к вам, например, нельзя относиться, как, вот, относился мужчина, допустим, ну, относился мужчина к своим предыдущим женщинам. То есть, вам нужно что-то другое, вам нужно, как будто бы, исключительное отношение к себе. А так не бывает. Здесь, стыд, чувство собственного величия, неуверенность в себе, отсутствие собственной значимости. Вот. То есть, ну, недостаток, скажем так, недостаток собственной реализации. Вот. Ну, недостаток именно вашей реализации. Может быть, может быть, речь идет о отсутствии смысла, вашего личного смысла жизни. Вот. Который был бы, ну, важен, к примеру, и ценен, был бы важен и ценен, исключительно для вас только. Вот. Может быть, может быть. Дело еще и в этом. Скорее всего, можно вести речь и о том, что вы боитесь одиночества. Вы боитесь быть брошенным. Вы не уверены в себе. Но, вместе с этим, вместе с тем, что вы еще, вот, не уверены в себе и боитесь быть брошенным. Вы выбираете себе, по сути, что делаете, такого мужчину, который, собственно, всего лишь подтверждает вашу позицию, что вы какая-то не такая. Вы выбираете такого мужчину, который говорит, да, я не постоянный, да, я, там, общаюсь, общался с другими женщинами, да, вот мне уже 30-37 лет, а у меня, как бы, не было, там, семьи ничего. И вы понимаете, что этот мужчина, скорее всего, он подтвердит ваши опасения о том, к примеру, что вы недостойны счастья, что вы недостойны любви. То есть, то, что вы сейчас делаете, то, чем вы сейчас занимаетесь, это, по сути дела, подтверждение, подтверждение своей экзистенциальной позиции, вот, которая у вас есть. И, скорее всего, скорее всего, все, что вы будете делать, вот, ну, дальше, в дальнейшем, к примеру, вот, будет стремиться к созвучию, будет стремиться к соответствию с этой позиции. То есть, если вы, к примеру, считаете, что, допустим, с вами что-то не так, то есть, если вы вот, ну, допустим, если вы допускаете, что с вами что-то не в порядке, да, то есть, если вы допускаете, что, там, вам, ну, вам могут изменять, вас могут бросать, если вы допускаете, что вы не можете быть, к примеру, единственной женщиной в жизни мужчины, вот, то вся ваша позиция, она будет, стремиться, она будет стремиться, она будет стремиться к этому, она будет стремиться в этом направлении, по факту. Что касается мужчины, то здесь вам, ну, на мой взгляд, все достаточно четко сказали, что у мужчины, скорее всего, есть действительно какие-то проблемы в построении отношений, вот. Правда, есть один нюанс, который нужно обязательно учитывать. Нюанс этот заключается в том, что, да, может быть, мужчина и не идеален, да, может быть, мужчина и не святой, вот. Ну, условно говоря, вы, когда, ну, узнали столько о том, что он, у него, к примеру, там, ну, есть кто-то, да, что у него есть бывшая, что у него есть какая-то такая, такая, условно, скажем, богатая личная жизнь и интимная жизнь, а вы не учли от него, то есть вы как бы вот приняли его, приняли его таким, какой он есть, то есть обратите внимание, да, что нет четкой позиции, что я, к примеру, принимаю в мужчин, а что нет, потому что, ну, казалось бы, казалось бы, вам не нравится, что у мужчины есть такой богатый вопрос, но вы боитесь, что он вас бросит, ну, основание-то есть, в принципе, но вы продолжайте быть с ним, если вы его любите, то вы принимаете его таким, как он есть, а может быть, даже видите его лучше, чем он есть. Но если вы постоянно, там, провоцируете конфликты, какие-то, ссоры и так далее, то нельзя говорить о любви. Именно о любви говорить нельзя. Вот. Можно говорить о каких-то попрередностях, можно говорить, к примеру, даже о страхе интимной близости, потому что скандалы и ссоры, они, как правило, ну, заменяют людям интимную близость. Секс, иным словом, заменяют. Вот. К сожалению, к сожалению. То есть, когда человек в скандале, да, ему уже секс как-то особо и не нужен. Вот. Как бы это не звучало. Поэтому здесь вот есть сомнения именно в ваших чувствах к человеку. Есть сомнения именно по поводу того, как вы его воспринимаете. Вот. И обратите внимание на то, что фактически, фактически, мужчина старшего на 10 лет. То есть, праздница в возрасте достаточно большая. Вот. Вот. И у этого тоже есть определенная причина. Вот. Значит, ну, помимо того, что у ревности есть свои основания, которые, я надеюсь, раскрыл. Вам. Помимо этого, хочется сказать, что вы как будто бы сравниваете себя с другими людьми, да. То есть, тут вот именно конкретно вы говорите, что... Так. Вот. Мне было обидно, что он любил их больше, чем меня. Пишите вы. А разве... Вот. Откуда обида берется? Прям... Ну, проследите за этим, пожалуйста. Проследите, пожалуйста. Откуда берется обида? Ну. Конкретного. То есть, по какой причине вы считаете, что... Ну, вы считали, что должно быть иначе. По какой причине вы измеряете любовь такими категориями, как больше... или меньше. Получается, как будто бы, что вы... Ам... Отрицаете... Саму индивидуальность человека. Такое впечатление, по крайней мере, складывается, потому что... Ммм... Ну... Нельзя какого-то... Кого-то любить больше или меньше. Любят всех по-разному. Понимаете? Вот. То есть, вопрос идет в понимании... Ну, в вашем... В вашем понимании и восприятии любви. Вот. На мой взгляд, это... Очень... Важная... Такая история. Вот. Без которой... На мой взгляд, ну, вам... Серьезные отношения... Какие-то, да? Эм... Не построить. К сожалению. Вот. Потому что, если вы... Ну, грубо говоря, если вы, вот... Любовь... Измеряете... Больше и меньше... Что... Ммм... Вы всегда будете сравнивать. Вот. А любовь, это... Все-таки, то, что сравнивать нельзя. Вот. Далее, вы пишете о том, что... Человек приезжал... Кхм... Кому-то... Чаще, чем... К вам. Да? Вот. То здесь, опять же, идет сравнение. Почему-то, вы считаете, что... К вам он должен... Был... Приезжать... Еще чаще, чем... К ней. Но... Простите... Простите, пожалуйста. Разве чистота... Приездов... Условно говоря... Характеризует... Отношение человека. Отношение человека характеризует... Как это не... Не тавтологично звучит. Отношение человека характеризует именно отношение. Это... Какие-то слова, какие-то поступки. Вот. Но не частота приездов. Потому что... Мотив... В частоте приездов может быть... Совершенно разным. Здесь получается, что вы обращаете внимание на некую внешнюю... Внешнюю... Только сторону... Вопроса. Вот. И... Игнорируете внутреннюю, духовную сторону вопроса. Почему так? По какой причине? А... Потому что... Скорее всего... Самая любовь для вас... Имеет... Ну... Такое вот... Более... Больше... Может быть... Внешнее проявление, чем... Внутреннее, духовное. Потому что... К примеру... Вы... Вы... Сами вы... В любви нуждаетесь... Ну... Условно говоря... Больше... Сами вы... Вот. Потому что... Вам... Именно... Прямо вот... Нужна любовь. Прямо... Вы... Вот... Хотите... А... Люб... Любви... Прямо... Это вам нужно, потому что... А... Себя вы недолюбливаете. Вот. Опять же... Да... Опять же... Опять же... А... Поправьте меня, если я... О... Неправда. Поправьте меня, если я... Ошибаюсь. А... На мой взгляд... Ситуация выглядит именно... Такой. А... Дальше... Вы пишите... А... Я люблю тебя так... А... А на одной он вовсе женился. Пишите вы. И что? То есть... Понимаете... Понимаете... Вот... А... Вы опираетесь на некие... И... Конструкции... Ну... К примеру... Теоретические... Конструкции... Вы опираетесь... А... А... Вы опираетесь на некоторые... А... Положения. Может быть... Может быть... А... Принципы... Вот. Которые абсолютно не жизнеспособны. Потому что... А... Эээ... Очень часто... Бывает так, и это, в общем-то, ну, абсолютно нормально, что у людей есть прошлое. Если вы, к примеру, человека любите, если он вам дорог, если он для вас значим, если он для вас ценит, ну вот, то вы это прошлое принимаете вместе с человеком, вот. Потому что оно, прошлое, является неоценимой частью человека, вот. И, к примеру, психология очень рекомендуется пытаться быть не единственным партнером в жизни другого. Как бы, да, найти свою исключительность. А рекомендуется стремиться быть именно последним партнером, то есть сделать все для того, чтобы партнер, да, ни с кем больше после вас не встречался. Для этого нужно быть ориентированным на него, на него самого. Конечно, при условии, если вы к этому готовы, потому что мужчина, он вполне вероятно такой, да, достаточно своеобразный. Мужина достаточно своеобразный, вот, и вполне может быть, что там действительно может иметь место быть, да, какое-то вот, ну, недоверие к нему у вас обосновано. Ну, опять же, да, опять же, это ваш мужчина. Вы выбрали его, и вам нужно отвечать за свой выбор, да, то есть либо вы его принимаете, либо нет. Но, так или иначе, вам этот выбор сделать нужно, потому что именно отсутствие выбора, именно отсутствие какой-то вот четкой-четкой позиции и мешает вам быть счастливой. Ну, это помимо тех внутренних проблем, которые у вас имеют, страхи, опасения, сомнения и так далее, внутренние противоречия. Своими расспросами, своими, условно говоря, затратами эмоциональных ресурсов, вы надеетесь человека изменить, надеетесь, что он станет другим, надеетесь, что он будет любить вас. По-другому надеетесь, что воспринимать он вас будет тоже по-другому. Вот. Но, если он и будет воспринимать вас по-другому, то только не благодаря тому, что вы будете вести себя как-то, ну, по-особому. Вам нужно быть собой. Когда вы его допрашиваете, когда вы его мучаете допросами и так далее, вряд ли в этот момент можно сказать, что вы являетесь собой. Я думаю, что вы спорить с этим не будете. А это значит, что и восприятие вас, оно тоже начинает складывать. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы мужчина видел в вас индивидуальность, если вы хотите, чтобы мужчина видел в вас личность, там, и так далее. Что лучше всего, лучшее, что вы можете сделать, это перестать его, условно говоря, мучить, а свои противоречия, которые есть у вас именно, свои противоречия, самостоятельно разрешить. Вот это, мне кажется, то, что вы действительно, то, что вам, точнее, действительно по силам, это то, что вы действительно можете сделать. Ну, конечно, при условии, если вы хотите. То есть, то есть, то есть, это, это, безусловно, исключительно только работа, ваша работа. Да? То есть, это не, не изменение человека. Это именно работа с вами. Вот, примерно так, на мой взгляд, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Примерно так можно прокомментировать, вот, собственно, то, что вы написали. Вот. А я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вы для себя сделаете соответствующие выводы. Вот. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задавать мне их в личку. я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!